Приветствую вас, дорогое собрание, братья и сестры, наши гости, друзья на субботней школе. У нас сегодня пятый урок. Мы с учителями субботней школы решили его провести централизованно, потому что тема достаточно обширная и сложная, и чтобы не увязнуть нам в деталях и попробовать целостно охватить описание печати, значение печати в книге Откровений в 6-7 главах и в 8-1 тексте. Мы попробуем экскурсно об этом сказать, основные акценты отметить. И вот я предлагаю вам начать с памятного текста, который у нас предложен из книги Откровения 5-й главы 9-10 стихи. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть в контексте надо всегда прочитывать эти слова. Мы знаем с вами, что 4-я глава книги Откровения говорила нам об интронизации Христа, воцарении его на престоле Божьем, воздавании ему славы и почести за победу на Голгофском кресте. А вот 5-я глава, она как раз говорила о том, что книга была представлена там в Небесном святилище, и на ней были вот эти как раз 7 печати, и было переживание большое, в том числе и у Иоанна. А кто же сможет, кто же достоин, кто превозможет вскрытие этих печатей для того, чтобы вот на самом деле вот эта победа во Христе, она утвердилась и дальше. Потому что, как мы с вами знаем, Голгофский крест – это победа Христа, но победа Христа должна по замыслу Христа расшириться по всему лицу земли, и охватить землю с помощью Церкви Христовой, которая продолжает его дело на земле. Поэтому печати как раз, мы сейчас будем с вами говорить об этом, вот в них очень важно учитывать как бы расстановку главных акцентов, не зацикливать на второстепенном, и тогда как бы вот этот инструмент понимания печати, он более-менее становится для нас понятен и предсказуем. Итак, Откровение 4 глава, в ней главный акцент делается на Божьем престоле, как мы сказали, и все, что вокруг там происходит – интронизация Христа. Откровение 5 глава, главный акцент делает на воцарении Христа и на запечатанный свиток, с которым Христос что-то теперь должен сделать, да, а именно открыть его на всеобщее усмотрение, да, и то, что показать всем, что именно он является, ну как, вершителем истории, тот, кто именно управляет, кто имеет ключи, инструменты, да, вот как бы эту историю препарировать во славу Бога, для того, чтобы прославить Царство Божие и принести его на землю. Откровение 7 глава делает главный акцент на Божьем народе и на престоле. Вот, это интерлюдия, отдельная вставка, которая делается, которая говорит об искупленных в белых одеждах, о 144 тысячах. Мы сегодня на этом акцент делать не будем, потому что у нас будет следующий урок о запечатлении, да, и вот эта вставочка 7 главы, она как раз, ну, хорошо туда вписывается для более глубокого понимания 144 тысяч, я хочу предложить вам книгу, ранее изданную в нашем издательстве «Источник жизни» Марвин Мур, «Кризис последнего времени», да, и там Марвин Мур, богослов, посвящает отдельную главу именно рассмотрению этого вопроса, как его понимали пионеры адвентизма, как его понимал Елена Вайт, как его понимают, интерпретируют сегодня современные библеисты, исследователи книги «Откровения», поэтому книга, она доступна в интернете, вы можете ее там открыть и прочесть эту главу, или, я думаю, у многих из вас она есть в личной библиотеке. Ну, и «Откровение» 6 глава, непосредственно основные там печати представлены в ней, да, кроме восьмой, ой, кроме седьмой. Вот, здесь главный акцент делается уже на опыте народа Божьего от воцарения Христа до Второго пришествия. То есть Христос победил, и теперь вот все эти печати показывают, ну, как бы показывают такой срез, то есть то же самое, по сути дела, о чем говорилось во второй и третьей главах книги «Откровения», где были представлены обращения Христа к семи церквям, начиная с Эфесской церкви и заканчивая Дикие, только печати – это, как бы, несколько другой фокус, несколько иной взгляд, да, на церкви на земле, и, как бы, акцент делается на том, что происходило с церквями в тот или иной период времени по причине того, что церковь либо сохраняла завет со Христом, и с ней было вот это, либо она утрачивала завет со Христом, и с ней было вот это, как бы, то есть это опыт народа Божьего, да, от воцарения Христа, дня Пятидесятницы и до Второго пришествия. И богословская основа шестой главы печати представлена в книге «Откровения» в третьей главе, в двадцать первом тексте, где сказано «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». То есть вот этот опыт прихождения туда, куда пришел Христос, и наделение верующих во Христа тем, чем был наделен Христос, да, когда мы читаем с вами четвертую главу, интронизацию акции Божьего, да, вот, воцарение его на царство. И вот в «Откровении» в третьей главе, двадцать первом тексте, этот опыт народа Божьего на земле, он назван победой, да, назван победой. «И на престоле восядет тот, кто между двумя пришествиями, первым и вторым, одержал как раз победу вместе со Христом здесь на земле, оставшись ему верным, сохранив заветное отношение с ним». «Откровение» шестая глава – это опыт церкви, это и победы, это и поражение церкви, это и поражение церкви, да, и там речь тоже идет об этом, почему? Потому что из четырех всадников на конях, да, три как раз и несут символизм проклятия, который следует после того, как народ разрывает завет со своим Богом, да, то есть поражение церкви, поражение церкви, разрыв завета церкви с Богом, да, привносит в церковь как раз вот, ну, элементы ударов, ударов, да, вот, как бы наказания. Мы сейчас будем говорить, откуда этот вообще язык взят, да, в шестой главе «Язык печати». Тема печати помещена в контекст большого видения, который начинается с четвертой главы первого текста и завершается восьмой главой первым текстом. Вот это контекст печати, вот, который мы рассматриваем. Вводная сцена – это откровение четвертой и пятой главы. Иоанн видит сидящего на небесах, стоящий на небесах престол, стеклянное море, семь светильников огненных, далее он видит четыре животных, видит там двадцать четыре животных, появляется агнец закланный и берет книгу из рук сидящего на троне. Следующее, основное, это второе, да, как бы, ну, вторая часть этого видения большого, основное уже пророческое повествование, откровенная глава, сняты первые шесть печатей, в результате чего появляются четыре всадника. Вот, последовательно они там, да, вот, себя проявляют. Души под жертвенником вопрошают к Богу, да, Коле, на земле и на небесах даны знамения грядущего суда. Вот, то, что никто не останется без наказания, и тема труп уже потом, да, это наказание, обращенное к врагам народа Божьего на земле. Если печати, это больше акцент воздаяния церкви за ее отступление от Господа, да, то трубы, потом уже будем рассматривать, это больше уже наказание тех, кто народ Божий, вот, как бы, преследовал и уничижал. Далее, следующее место, структура этой идет, вставка, откровение, седьмая глава, как мы сказали, интерлюдия. Там внимание концентрируется на запечатлении 144 тысяч в конце времени и на великом множестве. Вот. И последняя часть эсхатологической кульминации откровения, восьмая глава, первый стих, это седьмая печать, о ней сказано всех меньше, она снимается и на протяжении получаса делается безмолвие на небе. Вот такая вся, как бы, схема контекста темы печатей, ну, или одной из тем, да, которая помещена вот вообще, ну, шестая глава там с печатями и восьмая один. Язык шестой главы – это язык заветных благословений и проклятий, это ветхозаветный язык. Это очень важно, братья и сестры, учитывать. Никогда и никто не сможет правильно интерпретировать печати их понимания, если просто полагается на Новый Завет, прочитывает и пытается из Нового Завета, ну, что-то понять и интерпретировать. Потому что это язык и книги Левит, это книги, это и книга Захарии Пророка, это книга и Ремии, и языки Иля, и оттуда вот как раз и терминология, и образы разные, да, вот они и взяты, как раз заветных благословений и проклятий, вот, на которые делали акцент пророки Божьи, когда говорили народу, да, о взаимоотношениях с Богом. Ближайшие параллели в Ветхом Завете – это книга Левит, 26 глава, с 21 по 26 текст, вы можете записать и просмотреть дома, сравнить, сравнить с языком печати. Книга Левит, 26 глава, 21-26, книга Второзаконие, 32 глава, с 23 по 25 стихи, и с 41 по 43 тексты. Вот, очень схожий язык, и ближайшие еще параллели – это книги языки или книги Иеремия. Книга Иеремия – комбинация слов «меч», «голод», «язвы», которые присутствуют в печатях, да, или во всадниках, применяются в этих книгах, вот эта комбинация, более десяти раз, вот, и что само за себя говорит, что, как бы, язык один. И ближайшие параллели с Новым Заветом – это Евангелие от Матфея, 24 глава, с 4 по 14 тексты, это проповедь Иисуса на Илеонской горе, где ученики спрашивали о знамених Его пришествия, когда Он придет. Есть такая структура, прям табличка даже схематичная, кому если надо, я могу поделиться ей, где вот показано, как печать запараллелена со словами Иисуса Христа из 24 главы, насколько это вот так вот схематично, параллельно вот все обосновано и логично друг с другом соединяется. История Израиля во всем Ветхом Завете демонстрирует образец цикличных колебаний народа Божьего, да, жизни народа Божьего. Это процветание, это постепенное отступничество, потом уже падение из-за отступничества, покаяние и восстановление. Это же присущие Церкви за всю историю ее существования от Пятидесятницы и до Второго пришествия. В тех или иных формах, в тех или иных моментах это так или иначе проявляется, потому что, ну, в целом люди все, да, они как бы не отличаются, что две тысячи лет назад, три тысячи лет назад, пять тысяч лет назад, да, они подвержены отпадению, они подвержены тому, чтобы снова искать Бога в этом грешном мире. История Новозаветной Церкви в Откровении Второй и Третьих главах также демонстрирует образец цикличных колебаний от сохранения до разрыва заветных отношений с Иисусом. Мы видим там, что звучит язык поощрения за что-то какой-либо Церкви и звучит язык Божьего, ну, нарекания или осуждения за что-либо, обращенный к Церкви, да. И это говорит о том, что в какой-то период Церковь в чем-то, да, держалась за Господа, а в чем-то давала слабину, и это было для нее угрозой. И для того, чтобы Церковь сохранить в отношениях с Богом, вот Бог делает со своей стороны все возможное, используя историю, исторические события, чтобы действительно Церковь была с ним в завете, чтобы ее, ну, за нарушением завета не последовали, да, вот эти проклятия, удары, так сказать, наказания. От первой любви эфесского периода к закрытой двери ладики. И как мы говорили, пророчество настолько имеет универсальный, да, в себе оттенок, что то, что проявляется в ладики в последнее время, это могло где-то проявляться и в эфесе уже, да, не зря там идет намек о охлаждении первой любви, ну, и так далее. И наоборот, например, то, что было в эфесе утрачивалось в какой-то момент, например, в ладикийской церкви, там, громкий клич, когда будет возрождение народа Божьего, да, вот как бы для того, чтобы провозгласить в последнее время громкий ключ, это как раз будет вот у этого остатка, у тех, кто откликнется на этот призыв, да, ну, в возрождении первой любви к Богу, что ради Бога они будут готовы пойти, вот, на многое, да, на многое, вот, сохранив ему верность. Книга Откровения склонна возвращаться к прежним темам и ранее рассмотренным событиям, для того, чтобы в них зафиксировать внимание на какой-то важной детали. Вот поэтому проговаривается, например, история церквей во второй, третьей главе книги Откровения, и здесь уже с иным фокусом немножко, да, смещенным, в печатях тоже эта история показана, то есть, как бы, идет фиксация, да, вот того, о чем было сказано ранее, но чуть-чуть с другой, с другого, как бы, угла, с другого обзора. Иисус представлен как судья, снимающий печати исторических эпох и дающий оценку внутреннего состояния церкви. Вот, и давайте первая, вторая печать, она у нас находится записана в Откровении в шестой главе, первом, втором стихе, это время церкви эфесского периода, если параллельно смотреть, да, со второй, третьей главой. Вот, это у нас с 30 по 100 год идет время, и мы читаем, и увидел, и я видел, что Агнец снял первые семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, иди и смотри, я взглянул, и вот конь белый, и на нем сидящий, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, побеждая, чтобы победить белый конь, это символ Царства Христового, и постепенного завоевания им мира через проповедь Евангелия Церкви. То есть, именно завоевание идет через проповедь Евангелия, потому что все иные, да, силы, они пытаются закрепить свои, ну, позиции, упрочить в этом мире с помощью реального, там, оружия или реальной силы. Три момента времени в первой печати, там в тексте мы прочитываем, и дан был ему венец, это вознесение Христа, да, когда он вознесся и получил славу, вот, пред престолом Бога, и вышел он, побеждая, это второе пришествие уже, здесь заложен мотив, и чтобы победить, а это уже постоянный процесс, как раз печати, или вторая, третья глава откровения, потому что Церковь вслед за Христом, победившим на Голгофе, на протяжении веков и тысячелетий побеждает, это постоянный процесс, это не фиксация, победила Церковь и все, когда-то там, в один момент истории, да, это постоянный процесс, поколения меняются, новые приходят на смену ушедшим, вот, поэтому здесь вот такой отмечен тоже момент очень важный. И если первый конь несет благо, то кони второй, третий и четвертый, они несут уже проклятие завета, то есть в Церкви начинает что-то происходить не то. Мир, а не меч, это благословение завета, меч, а не мир, это проклятие завета. Если первый всадник несет с собой мир, да, то второй, третий и четвертый, они несут с собой меч и проклятие завета. Вторая печать у нас находится в третий, четвертый текст, шестой главы. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Это период Смирской Церкви с сотого по 313 год, период гонений. Период гонений. В самой Смирской Церкви был предан на смерть иудеями престарелый епископ Поликарт во время гонений Луция Веры и Марка Аврелия. Это был на тот момент известнейший церковный руководитель. А вообще Смирский период вмещает в себя 8, 8, то есть огромное количество основных гонений. То есть было затронуто практически каждое поколение христиан вот этого времени. Никто не, скажем так, не жил во время благоприятное, спокойное, мирное. Где бы ни проповедовалось Евангелие, оно одерживает победу, но еще чаще в результате отказа от него происходит раскол, происходит преследование, потому что церковь уже начинает выглядеть слабой. И проповедь язычникам, начиная от Пятидесятницы, проповедь Павла в Антиохии и дальше туда, в греко-римский мир, она способствовала вхождению в церковь невозрожденных людей из язычников, которые, некоторые из которых, но в большой массе, потому что приток из язычников был большой в церковь, ускорили процесс оставления первой любви, падения и отступления последовательного, скажем такого, закономерного отступления церкви. Третья печать, это Откровение, 6 глава, 5-6 стихи. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри, я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру, в руке своей я слышал, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящих, хеникс, хеникс, малая хлебная мера, пшеница за динарий, динарий, это монета, соответствующая дневной плате, паденщику, и три хеникса и ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай. Третья печать, это период Пергамской церкви от императора императора Константина, когда церковь приобретает лояльность со стороны римской власти, когда церкви начинает римский император благоволить, и до периода, когда уже происходит утверждение папства, как западного христианства, влияющего на весь христианский западный континент. Престол Сатаны мы там находим, если запараллеливаем с церковью, описание второй главе, учение Валаама, Николаитов, то есть происходит полномерная деградация, это время спокойное для церкви, гонения прошли, и все это, вот эта деградация, она церковь переводит плавно в темное вот это средневековье, которое будет далее. Пшено, оливковое масло, вино были основными продуктами в Древней Палестине, поэтому они олицетворяли собой благословение Божье. Засуха поражает именно зерновые, но деревья еще стоят, и здесь у нас засуха и голод показаны, как наказание за разрыв завета, да, вот опять здесь уже читается этот язык, да, ветхозаветнивых пророков. И белый конь олицетворяет собой Евангелие, конь черный, вот вороной, да, это противоположность тому коню белому, его, как бы, представляет собой вот эту ошибочную доктрину, это печать изображает голод по Слову Божьему, но голод этот носит ограниченный характер, еще не тотальный, не полный, да, чтобы не лишить людей возможности получения благодати, Евангелие скрыто, но плодами его все же можно воспользоваться, потому что еще пока христианство окончательно не онимело, не омертвело, да, вот в этом искажении Библии, вот таком тотальном, как это было уже в последующие века. Первая печать – это проповедь Евангелия, вторая печать – это потери Евангелия по причине гонений, и третья печать – это голод по Евангелию, голод по Слову Божьему, потому что уже начинается вот эта деформация, да, очевидная. И четвертая печать у нас представлена в 4-8 текстах, «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли, умерщлять мечом и голодом, и мором, и зверями». Вот это период феатирской церкви, от указа Юстиниана до 1798 года, когда римский папа был пленен, и таким образом окончательно католическая церковь потеряла свое господство на европейском материке, и закончилось этим темное средневековье. И вот этот период, он такой самый гигантский, самый большой, он захватывает собой пятую и часть шестой печати. Папство и темное средневековье, это мы знаем параллельно с пророчеством Даниила, 12 главе, 11 стих, 1260 пророческих лет. Как раз деструктивные деяния второго и третьего всадников, они дополняются еще двумя элементами суда завета, это мором, то есть смертью, и дикими зверями. Это все язык как раз вот Левит, Иезекииля, Иеремия, Захария, то есть язык ветхозаветних пророков. Если понимать эту печать в духовном смысле, то она изображает наиболее глубокий духовный упадок. Кульминация наступает в 18 главе, во втором-третьем тексте, где великий Вавилон, вот эта блудница, представляет собой настоящий духовный голодомор, несет для искренне ищущих Божье слово. Значение четырех всадников – побеждающие Евангелие, пренебрегаемое Евангелие, преследование за Евангелие, третье – теряемое Евангелие, голод, но еще не смерть, и четвертое – потерянное Евангелие, смерть как последствия голода. Это нагромождение ошибочных, искаженных доктрин, вероучений. Когда Библия была недоступна, ее толковала церковь, представители церкви, но толковали ее извращенно, абсолютно переначив всю истину и не допуская людей до того, чтобы они сами могли читать священное писание. Вот поэтому в эпоху Средневековья на европейском континенте учебные заведения все управлялись католической церковью, и там преподавали максимум четыре дисциплины, только четыре. Среди них было богословие, логика, мировоззрение, и вот четвертое выпало из головы, ну, в общем, все, что формировало человеческое мышление, кто шел учиться, учителями и преподавателям, теологами, богословами, философами католической церкви. И автор урочника «Субботней школы» Ранка Стефанович пишет такие слова в отношении этого картины. «Снятие семи печатей показывают будущее церкви, подобно семи церквям. Печати соотносятся с разными периодами в истории христианства. В апостольские времена Евангелие стремительно распространялось по всему миру, затем последовал период гонений в Римской империи, конец первого – начало четвертого веков, отображенный в эпизоде со второй печатью. Третья печать указывает на период компромисса, пятые и шестые века, во время которого наблюдается духовный голод по Библии, что привело к темным векам средневековья, «Повествование о четвертой печати, как нельзя лучше, описывает состояние духовной смерти христиан на протяжении почти тысячи лет». Вот этот богослов вкладывает такую комплексную оценку первых четырех печатей. Пятая печать книги «Откровения», шестая глава с 9 по 11 стихи, это период Сардийской церкви, с 1517 года, начало реформации, провозглашенной Мартином Лютером в Этенбергской церкви. И длящийся по 1700 год. Комментарий хотел бы привести адвентистов седьмого дня по поводу этого периода. Все содержание пятой печати говорит о том, что она была дана, чтобы ободрить тех, кого ожидала мученическая смерть, потому что они стали открыто провозглажать истину. В том числе и Мартин Лютер, мы знаем, чудесным божьим промыслом избежал многократно реальной угрозы уничтожения инквизиции или определенными органами церковными. «И вопреки кажущемуся торжеству врага, оправдание и победа придут. Такое ободрение имело особое значение для тех, кто жил в дни страшного Средневековья и особенно в дни реформации. Им должно быть казалось, что длинный период преследования, гонений никогда не окончится. Содержание пятой печати являлось сильнейшим уверением в том, что дело Божие, в конце концов, восторжествует». Мы говорили с вами, что период Средневековья, представленный в четвертой печати, он захлёстывает с собой и пятую печать, и часть шестой. Он очень длинный. Поэтому целыми веками продолжалась вот эта тирания Средневековья. И людям очень трудно было. Ну, ожидали Христа и всегда жили вот в этой матрице подавления. Свобод не было, понимание Слова Божьего ограничено. Как бы вот такое было. И люди, конечно, жаждали, когда же, когда же, перемены какие-то придут. Пятая печать показывает, что Бог знает о страданиях своего народа, предпримет в соответствующие меры, когда придёт время. Да, коли, да, вот спрашивают души убиенной под жертвенником, и основной темой этого текста является забота Бога о своём народе, но не объяснение состояния умерших. Вот эти мёртвые под жертвенником, да, и эта тема не об этом. Этим текстом не объясняется состояние мёртвых после смерти, каково оно. Этот текст преследует совершенно другую роль, и Иоанн его туда вписал совершенно для других целей, потому что этим текстом показано, как народ Божий, и это всегда, ну, теодецея, оправдание Бога. Где ж ты, Бог? Мы на тебя уповаем, мы на тебя полагаемся. Где ты? Нас за веру в тебя преследуют, уничтожают, пытают, там, в тюрьму сажают. Да, где ты? Да, коли. Вот, и как раз для того, чтобы эту проблему обозначить, и представляет Иоанн, вот, или Бог через него, вот это воззвание. Мученики хотят получить оправдание, отпщение и суд. Отмщение относится к будущему в тот момент, когда мученик его прощирают. Да, коли, да, то ли, в будущем будет отмщение. Данная им белая одежда, стих 11, символизирует оправдание мучеников на следственном суде. Исполнение решения этого суда, однако, еще только в будущем, потому что они еще только вопию, да, да, коли. Хронология пятой печати – это вопль мучеников до начала следственного суда, стих 10. Данная им белая одежда символизирует собой начало этого следственного суда и результату суда, потому что они оправданные, раз они одеты в белые одежды. А если есть оправданные, значит, есть осужденные уже вот на этом следственном суде. Шестая печать откровений, шестая глава с 12 по 17 текст, день гнева, 1755 год и до второго пришествия. Шестая печать… Так, это я пролил, повтор небольшой. Ага, сейчас, перелесну. Шестая печать… 12-13 стихи – это то, что уже произошло. А 14-17 тексты – это то, что еще должно в будущем произойти. Время первой печати… Шестой печати – это 1755 год и по самое второе пришествие. Последние три знамени шестой печати были предсказаны Иисусом в Евангелии от Матфея в 24 главе, 29-30 стихи. И вдруг после скорби дней этих солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с неба, и сильные силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда вот после этого, да, восплачут и возрыдают все племена земные и увидят второе пришествие Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силы и славы великую. То есть три величайших знамения в шестой печати предшествуют второму пришествию Иисуса Христа. Вот такая последовательность. Последние три знамени шестой печати, предсказанные Иисусом, предвещают второе пришествие. Шестая печать начинается и заканчивается землетрясением, то есть там два землетрясения. Как бы они, шестую печать, наиболее очевидное, масштабное, феноменальное землетрясение, которое оставило отзвук у историков, исследователей, да, ну, как бы, как необычные природные аномалии явления. Вот, это землетрясение из Откровения 11 главы 13 текста, оно происходит буквально до закрытия двери благодати. Вот, то есть до второго пришествия Иисуса Христа. Это Лиссабонское землетрясение, которое как раз и произошло в 1755 году. И опять же берем комментарии адвентистов седьмого дня. События шестой печати говорят о явлениях во всей Вселенной, так как это землетрясение сопровождается затмением Солнца, которое произошло в 1780 году. То есть здесь речь идет о Лиссабонском землетрясении, произошедшем 1 ноября 1755 года, как об одном из сильнейших землетрясений. Иисус в своем пророчестве о кончине мира сделал особенный акцент на этом явлении природы, чтобы его последователи обратили внимание на, как на признак его близкого пришествия. То есть история мира приближается ко второму пришествию. По нашим меркам, может быть, слишком и долго она тянется. Но так как это представлено во второй и третьей главе в периодах церкви, или как это представлено в шестой главе и восьмой один, то все это логично и происходит, и все приближается закономерно по замыслу Бога к пришествию Сына Божьего. Первые землетрясения дополнили солнечное затмение, которое названо темным днем в истории, покраснение Луны, звездопад на территории Северной Америки и Южной Англии. Небесные знамения 1780-1833 годов оказали огромнейшее влияние на возникновение интереса к исследованию пророчеств, книги Откровений, книги Даниила, потому что такое произошло на земле, что люди стали задаваться. Помимо этого еще ранее чума, которая покосила огромную часть населения Европы, все это сподвигало людей к тому, чтобы эта матрица жизни привычная менялась, что что-то происходит, Бог серьезно что-то желает, к чему-то пробудить людей, к тому, чтобы они обратили на что-то важное внимание, и люди стали интересоваться очень сильно в то время пророчествами на Священном Писании. Слова Иисуса в Матфея 24 главе 29 тексте 30 подтверждают историческое толкование 6 главы книги Откровения, что Иисус говорил не языком каких-то ребусов, символов, какого-то духовного словосочетания, а Иисус говорил, Его спросили конкретно о признаках той Его пришествия, Он им конкретно и говорил об этом, не называя времен Его пришествия, ни даты, ни сроков. Вот, и поэтому и 6 печать, и вообще 6 главу всей печати надо толковать, именно прибегая к историческому толкованию. Небесные знамения в 6 печати следует понимать буквально. На это указывает то, что каждый из них в тексте предваряется словом «как», который в данной конструкции 6 печати, вот этого текста, вводит образное сравнение с действительным историческим событием. То есть что-то действительно в истории произошло, и вот это сравнивается с этим, ну, в этом повествовании с этим сравнивается. Это не вымысел, это не фантастика, это действительно то, что в истории произошло. Таков язык 6 печати. Поэтому ее надо толковать исторически, как и все другие. Историческое толкование пророчества убеждает нас в том, что Бог, во-первых, контролирует историю, мы видим это. Второе, Его миссия для последнего времени и для Его народа последнего времени, она очень четко определена и обозначена, показана, что Бог ожидает от народа и что народ призван делать. И третье, Бог заботится о своем народе, оправдывая мучеников и защищая максимально возможное число людей от сатанинского хаоса, который набирает все больше обороты перед вторым пришествием Христа. Но это дальнейшие там темы, да, уже 13 главы Откровения и так далее. Второе землетрясение, которое, ну, замыкает в себе шестую печать, вот, это землетрясение из книги Откровения 16 главы, которое сопутствует разрушению великого города Вавилона или вот этой Вавилонской блудницы. Очевидно, что это землетрясение будет после закрытия дверей благодати, когда все уже определятся и дополнится число спасенных и меры беззаконников. И это землетрясение связано со вторым пришествием сидящего на престоле Акца. Великая борьба, глава 40, когда Христос снова придет на землю, его увидят тогда не как арестанта, окруженного отбросами общества, его увидят как Господа слава, Христос придет во славе своей, во славе Отца, во славе ангелов. Десятки тысяч и тысячи тысяч ангелов, прекрасных сыновей, победителей Божьих, исполненных славы, окружают его. Тогда он восядет на своем престоле, престоле славы, и народы соберутся пред ним. Так пишет Божья Вестница в своей книге. Седьмая печать Откровения, 8 глава, 1 стих. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Самое краткое усеченное раскрытие последней седьмой печати. Снятие седьмой печати сопровождается лишь кратким сообщением о безмолвии, наступившем на небесах. Мы знаем, что седьмая печать – это второе пришествие Христа. И далее, если говорить, то вот это безмолвие можно уподобить тишине после всесокрушающей бури, вызванной вторым пришествием Христа. Потому что пришествие Христа навсегда привнесло полное изменение и истории, и мира как такового, и человечеству как такового, и даже царства Божьего как такового, потому что пришествие Христа на все повлияло. И вот мы читаем с вами слова из Ветхого Завета, из книги Исаия, которые можно взять как сравнительное. «Не умолкну ради Сеона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидит народы славу Твою, и все цари славу Твою». То есть пришествие Бога, оно должно произойти, и только тогда Бог что сделает? Умолкнет и успокоится. Потому что вся его работа, весь его замысел, он совершится окончательно совершенно. Поскольку шестая печать изображает события непосредственно перед вторым пришествием Христа, и описывает спасенных перед престолом, вот наша вставка интерлюдия, седьмая глава. Вот. Седьмая печать лучше всего воспринимать первая, либо как скрытое предвозвестие тысячелетнего царства, что должно наступить после второго пришествия, да, тысячелетнее царство, либо как изображение вселенского покоя, наступившего после завершения тысячелетия уже, вот о чем пишет нам в 20 главе книги Откровения с 9 по 15 текст. Выводы этого урока мы можем сделать таким образом. Понимание исторического исполнения семи печатей возможно только если мы их рассматриваем, учитывая ветхозаветный контекст благословений и проклятий, следующих за сохранением или нарушением завета Божьим народом. Только так они понимаются, интерпретируются и подаются Иоаннам, который был еврей, и который имел, ну, очень сильные, да, так сказать, отсылки смысловые к ветхому завету и к пониманию того, как надо интерпретировать события нового завета, которые ему были представлены Богом, или в книге Откровений, который показал ему видение Бога. Второе. В раскрытии печатей главное место занимают не сами события, потому что иногда люди зацикливаются вот на этом и начинают там, а вот эти старцы, кто они там были, да, а вот еще что-то там, вот это непонятно там, а вот эти 144 тысячи, они буквально, символические, а вот это великое множество, это 144 тысячи или это отдельная группа людей, вот. Об этом в следующем уроке можно разобрать, да, но просто люди вот на этом делают акцент, «Бьют, ломают копья, портят взаимоотношения друг с другом». Главная центральная мысль, которая подается в печатях, это Агнец и Иисус, которые независимо от того, что происходит с церковью, всегда о ней заботятся и постоянно пребывают с теми, кто хранит завет с ним, да, кто сохраняет верность Господу. Третье. Подобно тому, как Иисус мужественно выдержал события последних дней своей жизни, и крест последователей Христа таким же образом во все времена новозаветней церкви доказывают верность своему призванию. Всегда. То есть христианство – это не, ну, какой-то, не знаю, не курс по самотерапии, куда ты зашел, заплатил деньги, не понравился и ушел безболезненно, например, да. Христианство – это для человека самого самый серьезный радикальный вызов. И даже если речь идет о мирном, спокойном времени, в котором мы живем, то, может быть, этот вызов даже, он, как сказать, перед нами стоит вдвойне, потому что мы искушены спокойствием и благополучием своей жизни. Вот. Поэтому предполагается то, что проделал Христос, которому непросто дался его земной путь, когда он пришел первый раз. И четвертое. Агнец призывает нас ощутить ответственность и вероятность последствий за сохранение или утрату заветных отношений с ним и действует, прославляя своим образом жизни, союз Христа и Бога. То есть прославлять Бога своим образом жизни, сохранять верность Богу, потому что тогда работает вот этот механизм благословения, не следующее за верность Христу. Если же завет ты разрываешь и отходишь от Бога, то тогда, естественно, ты начинаешь пожинать язык проклятий, язык ударов, которые представлены пророками. И, кстати, эти удары, если пророков читать, Ветхого Завета, как они показывают, разрыв Завета происходит, удары идут по нарастающей, то есть от менее болезненных к более болезненным, к тотально прямо уже таким удушающим, убивающим. Если человек в начальной фазе не внимает, когда начинает получать оплеухи, но они еще такие, от которых ты можешь нормально поправиться, если вникнешь и к Богу прилепишься, то последующие, для израильского народа Ветхого Завета, разрыв Завета, в конечной фазе это был плен и уничтожение, ну, как вот вавилоняне ввели к себе в полон, в плен народ Божий, и как описывают историки, тоже, ну, там, ну, того времени, да, в летописях иудейских это тоже сохранено, что и по пути резали, которых ввели в плен, ну, вот этим полумесяцем, да, туда вавилон, и по пути секли и резали, вот, по разным там причинам, кто-то, может быть, ослабевал в дороге, кто-то там что-то, может быть, роптать начинал или что-то, да, то есть мало того, что в плен отводили, лишая всего, так еще и пути доканывали, как бы, людей, и это, как бы, уже крайняя форма, да, вот, как бы, разрыва Завета и последствия от этого разрыва. Поэтому, или, например, описывается разрыв Завета языком железа, когда пророк говорит, что будет у вас небо, как железо, а земля, как медь, да, то есть помещается человек в такой железный бункер, в котором ничего ты не найдешь, никакой ни еды, никакой воды, ничего хорошего. Представьте, помещает вас в железный медный бункер и попробует, и проживи вот в таком, как бы, вакууме, в такой ситуации. То есть полная невозможность выжить, поэтому нам всегда нужен в жизни Христос, нам всегда нужна Его благодать, чтобы мы могли хранить с Ним Завет, и пусть Господь нас благословит в том, что каждому из нас отмерен свой путь, и жизненный, свои жизненные обстоятельства, жизненные сложности, жизненные вызовы.